Многие слышали про кота Шрёдингера, но немногие знают истинную цель этого эксперимента. Кот появился на свет 100 лет назад в переписке Эрвина Шрёдингера и Альперта Инштейна, упрощая в стальном ящике заперт кот вместе со смертельным механизмом, который активируется с вероятностью 50% при распаде радиоактивного атома. Копенгагенская интерпретация подразумевает, что через некоторое время кот одновременно и жив, и мёртв. Это парадоксально и противоречит здравому смыслу. Так вот, и Инштейн, и Шрёдингер были большими критиками копенгагенской интерпретации и развивающейся вокруг неё мистики. Шрёдингер хотел показать, что для кота не может быть неопределённости, а значит и для частицы тоже. Квантовая механика не полная и должны существовать скрытые параметры. Совсем недавно экспериментально подтвердились нарушения неравенства Белла, что означает отсутствие скрытых параметров и верность квантовой механики. А сам котик, хоть и был придуман с целью критики, стал частью квантовой механики и новых интерпретаций.